Друзья, всем привет! Вы на канале Братья Яковлевы и сегодня к нам в руки попало эксклюзивное интервью с солдатом вооруженных сил Российской Федерации от нашего источника, который в России. Это интервью было записано, правда, в прошлом году, но оно отлично иллюстрирует то, какой пипец происходит в российской армии. Про этнические банды, про грабеж, про покупку себе самому формы, про дедовщину и так далее и тому подобное. Поэтому посмотрите, пожалуйста, видео, вам оно, я уверен, зайдет. Также поставьте лайк, комментарий, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Я думаю, вам будет интересно, так как интересно было мне и моему брату, когда мы с ним ознакомились. Приятного просмотра! Добрый день! Добрый день! Как вас представить? Я не знаю, да. А вы, как я понимаю, слушаете российсками по контракту. А по контракту, то есть за дилет. Так точно. Вы профессиональный военный, получается. Как давно вы уже контрактник? Четыре года. То есть, вы уже четыре года слушаете по контракту, так? Есть ли не соответственно, как у вас с денежным доходством обстоит? Довольно или довольны результаты? Ну, раньше, когда пришел к этому службу, получал копейки. Сейчас чуть-чуть поднялось. А вот можно как-то перевести чуть-чуть в копейки? Ну, 28 получалось. Да, сейчас 36. 36. Ну, вот как вы сами считаете, это достойная оплата? Ну, смотря как. Если работаешь, бывает, без выходных, то недостойно ты работаешь. Смотря какие зависимости от задач. А в чем вообще заключается служба контрактника? Вот что вы делаете? Выпишите, ну, варьбу, а потом дали, я так понимаю, автомат, там, или что? Как это вообще будет? Нет. Для тех, кто подумывает вот о такой... Ну, во-первых, приходишь, сначала ты сразу заслуживаешь срочную службу. Ага. Срочная служба. После этого ты идешь на контракт, проходишь медкомиссию специально для военнослужащих по контракту. Сдаешь визитскую подготовку. Правда, твои важные данные психологические и уравновешенности, на наркоманию, на уголовную ответственность. Потом ты и тебя вносят в штат, ну, в войсковой части. Там прислали, сажают, тебе дают должность. Назначаете на эту должность. Смотря какая я должен. Все зависит, либо рядовая должность, либо сержантская должность. Ну, вот у вас сержантская, то есть, вот почему у меня служба заключается? Ну, сержантская должность, у меня командный состав. Личный, ну, личный военнослужащий. Кем я? Ну, команда. Подразделение мы. Мы, и как бы... Ну, звучит как непыльная работа, командующий, командующий. Нет. Почему? А что? Я могу, я не могу доверить военнослужащим то, что могу, ну, то, что могу сделать сам. Я иду и делаю это сам. Например? Потому что, если их ударит током, убьет, то, во-первых, у них нет допуска. Во-вторых, может, только я буду нести за это ответственность. Но у меня это не надо, что-то, ну, у меня... А ваше подразделение как-то связано с электрикой? Ну, да. Есть моменты, когда это связано с электрикой. Есть такие, да. То есть, что-то пойдет, выходит своими руками, нет? Да, своими руками что-то делать. Что-то с личным составом вместе. Что-то бывает оставаться там одному, там, на сутки, там, с чего-то делать. Твое суток, ну, разный момент, все в зависимости от задачи. Вот вы же имеете с нами в казан или как-то иногда организовываете? Говорите дома у себя, просто приходится на сутку как-то на работу. Да. Ну, на кофейцерке. Да, точно, да. И работа у вас, ну, там, 8 часов в день. Ну, да. Ну, то есть, там, приходится перерабатывать как-то там. Ну, да, приходится перерабатывать. А сколько часто? Ну, в основном часто. Часто, да. Ну, каждую неделю будет. Да. Да? И не как за это доплачиваете? Мне одни доплачивали, конечно. Ну, да, вообще, по идее, должны предоставлять отпуски. Ну, не отпуски, а на следующий день. Ты решишь? А. Должны вести часы переработки, но они не ведутся. Нет. Они ведутся за этим, что-то. А вы пробовали как-то добиться своих прав? То есть, прав ты не добьешься потом, потому что ты начнешь пришлять рапорта, тебе будут втыкать в палки, в колеса по службе и будет еще хуже. То есть, есть какие-то способы вас наказать, ну, как бы законно, но, по сути, то, что вы свои права защищаете? А каким образом вообще это возможно? Ну... Какие есть механизмы на вас надавить? Ну, как надавить? Тебе могут засунуть наряд, ты будешь сутки, через сутки заступать наряд. Если меня на столько же там тебе сдавать наряд, ты можешь. А это разве по закону, это правильно? Нет. То есть, это вне законной ситуации? А, ну, а там жаловать его, если? Ну, сначала приказы выполняются, потом обжалуются. А, вот так вот. Да, сначала, потом они обжалуются. И если даже вы обжалуют, и вам, как принципе, ничего не даст? Это ничего не даст, только еще хуже сделать. То есть, придумаешь что-нибудь другое? Да, опять-таки, да. То есть, приказы от меня, но вы уже отстояли подряд. Ну, что? Ну, вот, допустим, вы в наряде постояли до 4 часов вечера, а в 5 часов вам снимаются, вас снимают снаряды, ты заново опять заступаешь, и все. А так, это законно все. Ты ни до чего не докупаешься. Ты сняли снаряды, ты опять заступаешь снаряды, и все. То есть, как даже мусоро делать? Да. Сняли, снова заступили, и просто, по сути, вы будете... Сколько часов вы тянете? В сутки? В 5 сутки, да. То есть, сутки, еще сутки? Да, еще сутки. Ну, если снимают, то еще сутки, да. Как интересно, а снимают за какую-то прайвимость? Да, это как бы за прайвимость. Например? Например, если прошел, да, офицер какой-нибудь там, вышестоящий, ну, в штабе управления, прошел офицер, ты не встал, воинское приветствование, да, все тебе сняли. А хотя это, ну, на это вообще никто внимания последний не обращает. А если надо, то тебе снимают. Если начинают выискивать такие мелочи, которые обычно считаются несущественными, то постармозадача снять, и найдут, то есть, почему. Да, там, как-нибудь, там, льви неправильно начнут. Под воротничок и так подшит немножко, там, клево, там, да? Наверное, это снимут тебя. За необрядный вид еще звучит. Понятно. Да, тяжелая ситуация. И вы хотели рассказать о том, что есть какие-то неустарные взаимоотношения в плане финансовых моментов, да? То есть, что доходят там до... И, как я понимаю, ну, как я понял на этом взаимоотношении, что если какие-то случаи, при этом помогаетесь под денег, а не в бойцов, а не в бойцах, а не в бойцах. Ну да, есть такое. Вот. То есть, вы можете об этой практике рассказать что-то? Как это вообще? Ну, смотря как, все зависит от троп войск и от воинского части. Если часть маленькая, то так такового этого нет. Ну, в расширенной форме. Маленькая часть этого сколько? Ну, примерно человек, ну, 400, ну, 500. То есть, там такого особого нет. Да, там есть, там бойцы там за наряды друг друга покупают, чтобы там стоять, чтобы не валями стоять. Там на КПП, прайке, там, продают друг другу наряды. Ага. Такое есть, да. А если большие части, как... Ну, это скорее такое мелкое взаимопричничество. Да. Вот, да, это невымогательность. А как пехота, вот, в больших частях, вот, две с половиной тысячи, от бригады, возникли. Там дагестанцы, то винцы, никуты, буряты, начинают делить свою территорию. То есть, этнические группировки, которые появляются. Начинают делить свою территорию. Они, получается, как вам правильно это объяснить? Вот, кто приходит на молодые пополнения, они с кем-то, там, ну, допустим, бывшим секретарем, с пиратными или с тем-то, и начинают, начинают, начинают с конфликта. Допустим, вот, ты сидят, ну, на Чепках. На Чепках – это военный магазин, который находится на территории войсковой части. Сидят на Чепках такие, видят то, что заплата пришла, да, у всех военнослужащих. Сидят, подавайте, типа, сюда деньги. Ну, и все, боец, бойцу делать не остается, он отдает деньги. А ну, приходят, вот так же и в посылки приходят, то же самое все забирается. И деньги забираются, и телефоны забираются, продаются, и форма продается, воруется в частях. А вот это как происходит, во-первых, с кем это происходит? Мы говорим сейчас только у тех, кто-то без зима включил, или с контрактников они тоже пытаются что-то вымогать? Ну, с контрактников вымогать это тяжело. Ну, можно, да, смотря как все зависит от человека. То есть они пытаются? Они могут, они видят то, что человек слабый, не может за себя постоять, там, или еще что-либо, ну, вот такое вот, именно психологическую точку зрения они смотрят человека, какой он есть на самом деле. Если он, как говорится, чапик по-армейски. Как? Чапик. Ну, это лох, по-другому. То они с него пытаются дойти деньги. Даже если он контрактный? Даже если он контрактный. А, ну, там, если раз идти тут ему, там, с бабушек, с офицерок? И было такое то, что дагестанцы офицеров капитанов загоняли на туалеты, было такое. Что значит двигательники? Загоняли. Что это такое? Это значит то, что они, ну, либо избили, либо еще что-то сделали, например, с военнослужащим, зашкиботят, но его в туалет закрывают, и все. А, то есть, люди, которые пришли в армию, ну, этническая какая-то группировка, люди, состоящие из людей, которые пришли в армию по призыву, то есть призывники, они физически воздействовали, скажем так, в том числе даже на больших офицерок, вплоть до капитана, по званию. Да, они загоняли на туалеты. И деньги вымогали с них? Ну, и деньги вымогали, и в кредиты влазили военнослужащие. А можно какие-то такие случаи рассказать? Ну, и в кредиты влазили военнослужащие. Как бы, я, ну, как бы, на своих глазах я не видел это, ну, вот, что в кредиты влазили военнослужащие, там, и еще что-либо, ну, про это я знаю точно, и про туалеты, про туалеты время было. То есть, в кредиты влазили, вы имеете в виду, что их заставляли брать вот эти кредиты, и отдавали вот эти им группировки, там, соответственно. А, ну, какой-то конкретный пример, может быть, такой, ну, который, может быть, вы не выглядели, понятно, что там нет, но между собой обсуждали это, там, какие-то такие, наиболее попивающие случаи, вот, если. Ну, а какие случаи, я могу вам сказать? Ну, вот, в основном все проблемы с военнослужащими, неславянской внешности. Вот, с ними совсем проблемы. Русские, но они, как бы, спокойно себя ведут. А мусульмане, коты-бурят, коты-винцы, они себя агрессивно ведут. Я не говорю, ну, бойцов забирают. Так-то, бойцов, по сути, забирать-то нечего, у них 2 тысячи всего лишь, ну, зарплата приходит. Ну, военнослужащих срочная служба, у них 2 тысячи зарплата приходит, они 2 тысячи забирают. Удовольствия. Да, они и форму забирают, продают ее. Ну, там, все разные моменты такие бывают. Но они, ну, форму продают, это я знаю точно, что не обеспечивается, ну, войска, какого-то, в этой части, ну, примерно, определенную часть они не обеспечивают. То есть вы видите, что формы не хватает? Да, ну, вот, допустим, вот у меня форма, ну, нормальная, да? А военнослужащий, вот, у меня, как бы, знакомый хороший, очень хороший, если вместе учился в школе, я стою возле худелки, он смотрит, у него идет вот башлата, вот это вот башлата, чтобы вы понимали. Вот так вот здесь все проплавлено, все порвано. Я говорю, а что такое? Ну, так вот вот. То есть мы такое выдали? Да, мы такое выдали, то бишь не обеспечивается. И замок зашитый. И, соответственно, вот, как я понял, то есть вот эти этнические группировки забирают, забирают на латынь, то есть вот нормальную форму своей баллоне достаются. И в армии же продают. Да, ежи продают. Вот при мне лично был такой момент, мы стоим так же все в курелке, стоят, ну, мусульмане, якуты, буряты, русские стоят. Стоят, ну, боец новый, ну, молодые пришли пополнение, еще даже присягу не приняли, они стоят тоже в курелке, у них подходит дагестанцы, банды. Забрали пачку сигарет, у них его берет новый, прям новый берет, ни разу как бы, ну, ничего не пользовали, ничего. Он только вот так одел, а вот он стоит, все в нем. Он походит, его забирает, ему отдается, старый уже просто, ну, растрепан весь драмой, и уходит, как раз. И никто ему еще сказать не надо. Ну, а, ну, два тут, первый вопрос, да, вот, соответственно, если человек забирает у молодого бойца эту одежду и продает ее в армии, ежи по кому-то другому брату, военнослужащий. Вот тот военнослужащий, которому продают эту форму, он же понимает, что это форма, которая, скажите, Павел Росболодоват, как он, ну, это нормально в общем, как он тебе туда купает эту форму? Ну, нормально. понимаешь это по сути как на граммах это нормально никаких в три раза больше продает в три раза больше продает форму по цене то есть там уже чем да три раза больше по сравнению с чем ну вот пример вот можно ну форм купить там например себе захотел надея на полторы тысячи до примеру штаны не продает эту форму потому что не имеют права есть для этого старшина подразделения есть специальные наряды по обеспечению военнослужащего по призыву он идет с этим своему командиру командир подписывается идет к заместителю по тылу это военнослужащий который обеспечивает часть питанием всем подряд и потом идет на склад получает эту форму а так ты никогда не получишь ну если можно получить на складе потому что просто ездить возьмешь или по блату либо купишь также на складе то есть есть ну опять таки чтобы понимать есть должно быть какие нормативные допустим я получу штат положено подавать раз сколько ездить раз три года удастся раз три года мне кажется если вот в этом гушлати вы ездите там на полигон маневры на полигон я думаю что три года не факт что ну да ну вот этому гушлату моему третий год уже идет ну то есть вы так его аккуратно носите ну я да но вообще-то как повезет на самом ну да если он может всякое порвать там может что-то честное сделать и вот если ты его раньше время не порвешь это твои проблемы да это твои проблемы это никого волновать не будет а какие там еще нормативы в плане выдачи то есть вот бушлата ну форма вот именно вот такая вот форма вот это вот вот эта форма она выдаётся раз три года берется раз три года отдельное белье выдаётся на год но вот форма которая не зимняя которая тоже самая на год да эти наводилы соблюдаются нет ну вот допустим сказать вообще как получается в новую форму выдают только контракт как официальная прапорщика ну вот по сути мы все равно мы к ней отходили там сколько-то лет три года мы к ней отходили в нее сдали на славу а потом она передается и не слышал пока то сразу сейчас в службе и пошло это пока она в тряпку не приводится а будет не ходить также берцырь и Дружсак и все это и то есть у российского что ли форму не хватает я не знаю хоть они вряд ли у гражданским продают тогда ну я не знаю форму леформы не хватает но я могу угрозить то что сейчас ходят на практике у нее децепрено берутся к бойцам с другим бойцом потом она списывается сначала приходит до четвертой категории её списывают после четвертой категории её переводят в пятую категория а там ещё кто-нибудь там в ней ходит в плане превращают потом, пока не стараться в тряпке, и в ней будет уходить. Вот вернёмся к этой ситуации с деньгами. Вот то, что Вы описали, это, ну как я понимаю, это от крупных частях, то есть от стихи охотных, там больше такой свойственно. И вот в крупных частях без этого проходит каждый молодой боец? Насколько это технично вообще? Ну, никак. Ну, как я говорю, всё зависит от человека. Какое морально устойчивое. То есть теоретически можно себе правильно поставить? Да, да, можно. А из Вашей практики, да, ну условно там, да, допустим, 100 человек призывали, да сколько из них смогли себе поставить? Да. Сколько их не смогли? Да. Ну, примерно, если спортсмены, люди, то они, ну, вытянут. Если простые там сидели за компьютерами, то они не вытянут. Я могу сразу там всё найти. Нет, никак. То есть без вариантов они будут кому-то дать платить. Независимо от того, мы говорим сейчас, ну, сколько срочных служб и даже о контрактниках, они в любом случае будут что-то платить. Ну, если они ничего сделать не смогут против них, то они будут, да. А что они могут сделать? Ну, так же могут собраться банды русских. Ну, в мусульмане там якуты братные собираются бандами, ну, и только нападают толпой. А русские, они друг друга раскидывают, ну, они не защищают друг друга. Они, как бы, вроде брат-брак, а тут что-то случилось, но он тут прогорел, него нет. А те, они все постоянно толпой ходят. То есть я правильно сейчас понял? Для того, чтобы туда не платить, основной способ это собрать свою банду. Да, и встать против них. Да, если один раз дашь отпор им, всем, то они больше подходить не будут. Отпор это как драка один на один? Ну, нет, не драка один на один, ну, вот они, допустим, вот, мы сейчас с вами вдвоем находимся, например, мы с вами вдвоем, как бы, вы, по сути, ну, как бы, мусульманин, а я русский, к примеру, вы на меня встали, я сейчас на вас так же рыпнул, вы мне, как бы, ну, все, мы разошлись, да, вот вы приходите со своей бандой на меня, на меня вы рыпнули, все, вы поняли то, что я слабый, и вам ничего я сделать не смогу. Вы мне каждый день все забираете. А если мне со своей толпой, мне скажут, вот, в принципе, за него есть кто постоять, я сейчас с ними поговорю, может, он даже с нами будет. Вот такой, в принципе. Ну, то есть, по сути, способ, это именно собрать свою банку. Да. И никаких законных способов нет, что ли, вот, вообще, встать? Ну, закон, ну, пехота, это и есть пехота. Там, ну, понимаете, 2,5 тысячи человек бороться со всем командование не сможет. Это надо с головы части, ну, вот, с командира части, это все надо на корню убивать. А как? Ну, допустим, вот, военнослужащие, там, до высшего штаба управления приезжают, снимают его, снимают все его, всех его заместителей, снимают полностью всех, и туда новых людей, своих проверенных, и начинают все это переправлять потихонечку. И пытаться от этого, вот, вот, этих всех мусульман, да, и всех, вот, никутов, бурятов, они пытаются и раскидывать их, чтобы их не было стопами, по скучкам. Чтобы хотя бы готов подразделять 2-3, 8-9 долларов. То есть нужно понимать решение нового в них, да, командование части, понимать, какие-то, да, управление частей. А почему вот только командование части, которая сейчас, если не хочет с этим бороться? Ну, потому что, ну, не сможем физически не уйти. А почему Богу иногда выйдет? Ну, когда приходит новый человек, все сразу же, он пытается, во-первых, свое внести туда в часть, свои какие-то поправки. У каждого военнослужащего свои законы, у кого он учился, где он учился, как он воспитывался, в каком училище военном. Как про офицера сейчас давать? Да, 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 да. Как человек задавал ему правильно, ну, тактику воспитания, тактику общения с военнослужащими, все это же, ну... А, то есть квалификации? Да. У них квалификации не хватает? Да, ну, не то, что квалификации, все равно вот управлять 2 тысячи с половиной человеком, непонятно кого, непонятно с какой географией, с какой психикой, это очень тяжело. А то я понимаю. Это очень тяжело. Ну, если я правильно понимаю, что то командование, которое есть, оно и особо не хочет, и... Да. И не сможет, да. В силу того, что каких-то нет навыков? Не то, что навыков, но он просто, ну, не сможет. Потому что, во-первых, очень много народу. Раз. Непонятно кого. Два. И есть такие возможности, то, что, ну, и кому вот охота ночью выйти, да, и по башке дубины, не знаю. То есть официалы сами тоже могут? Ну, они тоже, они понимают это все, ну, все, что происходит, ну, им тяжело все. Их хотят связываться. Да, ну, там проблем много будет. Потом психик. Еще хуже. А почему тогда, ну, можно сказать, новое командование какое-то могло зарешить? Потому что другие люди придут более смелые? Может быть, смелые люди, да. Может, если вот такое допускается, правильно, сразу, честно, там, за них начинают браться высшее командование, правильно? Когда берутся высшее командование, там уже другие люди приходят. Пытаются управлять. Если не пытаются, там уже другие органы воздействуют. Много разных способов. Ну, это тяжело. Лично у вас как-то пытались бумагать деньги? У меня нет. А почему? Ну, потому что я как бы, ну, пришел, я сам спортом занимаюсь просто. Я пришел, ну, я служил, у меня много знакомых было, с кем я служил. А я участвующий служил. То есть, у вас есть своя компания? Ну, да, у меня есть свои люди, но я никогда к ним не обращался, но я просто пришел спокойно. Потому что, потому что у тех людей есть понимание, что у вас есть такая компания и этого достатка не хватает вообще. Потому что я местный. Потому что я местный. Ну, они, ну, на местном смысле трогать их нет. Потому что местный почти наверняка имеет свою... Да. Защиту. Да. То есть, это, получается, обрушивается на тех, кто сюда приходит, как-то вот переводится. Да. Нет, не переводится. Кто сгидывает центров, кто-то. В Западе, да. Ну, я врата и не уйду. Ага. Ну, были ситуации, когда вот, допустим, на какого-то вот, какой-то боезнь, ну, допустим, в вашем подразделении, да, какому-то бойцу предъявлялось? Было, да. И вот, да. Было то, что, ну, как бы, стоя на всем, все стоят на постарение, да, и все разошлись, там, подходят, иди, там, ты делай, типа, за меня работают. Подходят, услышат, еще говорят, говорят, ну, ты не перепутали, солдат? Ты кто, говорят? Ты такой же солдат, и такой же, ну, с рожьей службы, такой же призыв, и такой же солдат. Ну, ничем не отличается, если у вас его боевые обязанности. Я говорю, почему ты можешь его заставлять, а делать свою работу? Вот нет, делать не будешь. Задача постоянно думает, иди, иди выполнять. Все. И что он вам ответил? Ну, и он просто, ну, от него отставал, от него военнослужу, и все. То есть, вы с вами бойцов защищаете? Ну, я, да, потому что, если у меня что-то произойдет, подразделение, даже сломается, например, за это не были с ответственностью, а не они. А почему другие сержанты, ну, судя по тому, что это вещь просветает, другие сержанты так, видимо, не делают? Ну, не причина. Ну, есть, которые делают, есть, которые не делают. А почему вот те, которые не делают? Ну, по фигурам, им без разницы. Ну, есть, есть. То есть, у них была бы какая-то работа выполнена, а как там? Да, да. Как делают? Там все. Ну, видишь, что там сделали? Без разницы. Ну, лишат меня премии допустил. Ну, лишат, да лишат, и что? В следующем месяце вернут обратно и все. Вот так вот, да. А, и вот опять-таки, вот, как я понимаю, то есть, солдаты вымогают, и какую-то часть? Затем 2000, да? Да. Ну, и все 9000? Ну, они... Как? Себе там пачку сигарет... Ну, ему отдают пачку сигарет, оставляют себя. Например, нет, я бы сам лично глазами видел сегодня. А с контрактников? Ну, допустим, контрактник получает, наверное, ну, допустим, 30 тысяч. Да, вот так встригнет, да, вот это то, что я от вас услышал. И вот как они говорят, вот ты нам будешь сколько-то процентов там отчислять? Нет, ну, там дело по-другому. Тебе говорят, ты военнослужащий контрактную службу, ну да, ты военнослужащий подразделение, ну да. Ну, собираем сегодня, например, накраску, да. Все, ты там взвал по пятихатке накраску. Потом через неделю опять собираем что-нибудь. Тебе вот так вот. А с контрактниками? Тебе вот так вот. Такими способами. Под предлогом. Да. А, ну, как на ваших, может быть, такая вероятность, что, может быть, с офицера кто-то там покровительствует, там какой-то там процент даже имеется? Ну, могут есть, ну да, может быть, офицеры. Ну, как это, ну, допустим, вот старшина, да, к примеру, да, или сержанта какого-нибудь, кто собирается, а где командир ворота не доходит. Командир ворота тоже знает. Командир подразделения, все равно это тоже знает все. Просто, ну, это не афиширует как бы все. То есть есть... Без командования подразделений этого все не произойдет. Лобом сразу сказать. Все равно офицеры роты это знают. По-любому. Ну, то есть они знают, понятно, может, это такой мысль, они купящий процент имеют вот с этих помогающихся. Ну, конечно, они, конечно, имеют. Куда они. Они знают про это, да. Чтобы это дальше промышлять, ну, надо же как-то всем выживать правильно. Ну, по их мнению. То есть, почему ты себе не имеешь в день, в день, в день? На прапорще такой там старшина, да. А я себе капитан себе не могу достоинствовать. А я хотят, ну, в твоем начале, например. Давай мне тоже. То есть, получается, что с одной стороны, если у меня картина правильно складывается, вот эти этнические банки, они могут на офицеров физической силы, ну, на каких-то, на младших офицеров. Но если офицер занимает какую-то нужную должность, они с ним могут договориться, чтобы он закрывал на что-то глаза. И они, по-моему, эти безобразия продолжали. Продолжали. И, по сути, защита, я имею в виду не физическая, да, когда бы свою руку создать, а юридическая. Ее нет ни у рядовых, ни у контрактников, там, слажантов, ни даже у офицеров больше ничего нет. Да. И даже, если офицер занимает какую-то более-менее такую должность, у него такой выбор, что либо ты будешь с вами, и мы тебя будем там откидывать, либо там напротив нас, и тогда ты рискуешь страдать физически. Ну, говорю, все зависит от части. Все зависит от части. А там в первую часть? Да, в первую часть такого командования, там все зависит от части. Не во всех таких частях. То есть, чем часть крупнее, ты можешь говорить, вероятность без предела. Да, 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 все, да. Такая закономерность. Потому что, чем больше народу, тем хуже им управлять, ведь тяжело. Но вот вы, когда эту систему пришли, послесрочную службу, вы это уже все знали? Вы как-то готовы? Ну, я наполовину узнал, да, наполовину узнал. То есть, у меня столько ударов может быть, да. Я пришел, что будет, то будет. А почему вы решили все-таки вот, ну вот, даже не знаю, там, частично только, почему вы решили идти служить, ну, в армию? Почему такое было? Ну, во-первых, зачем, а чего боятся? Боятся волков лесных, как говорится, это раз. Во-вторых, в наше время сейчас военные билеты везде нужны, на работу не берут. Это два. И в-третьих, ну, попробовать пройти для себя, вот что-то. И чего-то добиться. То есть, а вот, ну, сама военная служба вас привлекает, что именно, как вид деятельности? Ну, да. А вот что вас привлекает именно в военной службе, если вот, ну, не брать эту темную сторону, вот, в виде какого-то идеала вы представляете? Ну, всего я рассказывать не могу, потому что я в таком подразделении слышно что-нибудь. Ну, я саму идею даю, без подробностей. Ну, как бы, ну, нравится мне служить защищать родину, там, заниматься своими делами, действиями по должности, ну и что-то таком. То есть, ну, я достойная работа, она вас привлекает. Да, да. Ну, может быть, какие-то вот еще такие прямо эпизоды расскажете, наиболее о ярко запомнившись из-за этих бумагательств? Да, в принципе, такого-то, чего нету. Ну, как бы, все зависит от части, все заняты. Все, вот. Ну, какой-то случай, яркий эпизод, там, чтоб прям вот так вот, чтоб он прям прозвучал, я не знаю. Ну, может быть, то, что, не обязательно, то, что вы видели, то, что, допустим, обсуждали с кем-то. Вот про офицера, вот, то, что его загоняют на туалет, это я знаю. Прямо в вашей части было? Да. Потом то, что дагестанцы и мусульмане забирали. У военнослужащих, срочные службы на чутки деньги, например, не было на моих глазах. То, что старшина, там, прапорщик, мухой гонял всех. Тоже я знаю, то, что тумбочки летали. Старшина или прапорщик? Это, ну, прапорщик звания тоже старшина. Ага, как интересно, да? И вот тоже, как контрактник, да? Ну, контрактник, да. То, что, то, что, там, ну, беспределы устраивал. А как вы, в чем вы там беспределы работали? Ну, интересно, видимо, службой первых приходил. Там бойцов, ну, как бы, бил там на преднастоящем. Стрельдых, военнослужащих. Ну, то, что понимает, понятно, что многие люди воздотекают. То в грудину может ударить, то в живот, там, еще куда-нибудь. Где-то нормально. Нормально, да. Ничего не было, ни в кровати. Нет, нет. То бывают, то сейчас, то дужки летают. Дужки, это от кровати такие железные штуки. Время бывают, где-то тумбочки летают. Ну, могут уголовно уставать. Это еще чуть-чуть. Ну, вот, например, это было. Слушайте, вот, ну, как бы, вот, зная там о ситуации с Шамсутдиновым, да, ну, у него вопрос возникает, вот, ну, у вас же там все-таки армия, то есть, ну, у людей какой-то оружный, доступ к оружию есть, да? То есть, есть ли какой-то риск реальный, что кто-то либо там напьется, вот, как этот подгоноправочек, да, либо, наоборот, там, будучи уплетенным, да, и защитить себя, как Шамсутдинов, то есть, кто-то что-то возьмет и начнет, вот, есть ли реальность такой ситуации? Ну, может быть, да, потому что и были моменты, тоже хлорку ели военнослужащие. Это так? Хлорку, таблетки. Хлорки берешь и глотаешь, чтобы была язва. Вот, пытались скосить, и вешались, и стрелялись, много моментов было. Вот, это мы сейчас говорим о срочниках или контакте? Да, о срочниках. О срочниках. Да, о срочниках, вот, говорим. То есть, там, люди или себе причиняют какой-то физический вред только для того, чтобы… Пытаются под руки скосить, там, еще что-либо. На конечность у нас служба сколько идет? Год в год. То есть, даже вот этот год настолько страшен, что человек добровольно либо пьет хрорку, либо идёт вмешиваться, то есть, он не может одного года пережить. Ну, да. Ну, сломать по-разному могут. Сушилки могут отжиматься в противогазах. А почему сушилки? Ну, потому что в сушилке температура как минимум 70 градусов, 60-70, ну, где-то в этом пределе 40-50, ну, предел, я вам говорю. Там очень жарко. Это маленькое помещение, примерно, как… Ну, вот, если вот два вот таких помещения взять, то вот такое, примерно, помещение. Ну, вот, по длине. Ну, вот в таком помещении. И в неделю, например, навешанный бушлат, там, ботинки стоят. Беркс, там, обувь. И вот нища стоит. Ну, и жарка там. Невыносим. Можно отдевать в противогаз. Отдеваешь, надеваешь, 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 одеваешь в бушлат, либо узыка, и пошел отжиматься. То есть, физически вот эти занятия? Да. Пытаются физически склонять. Сломать. Сломать. Просто психологически сломать. И, конечно, что хочешь делать. Да, да. И деньги вымогать там, в том числе. И заставлять работать за себя. Да. Да, да, да. Соответственно, возвращаясь к вопросу, вот, к оружию. То есть, как там вообще организован доступ к оружию вообще? То есть, его солдаты, вот, каждый день там у них вот боевое оружие в руках? Ну, каждый день, да. Каждый день в руках солдаты вот держат боевое оружие. Ну, как бы не каждый, смотря как. Ну, вот военнослужаи выступают в наряд, да. Ну, они заходят в оружейку и получают оружие. Там штык-ножи, там еще что-либо. Офицеры каждый день у них оружие. С матронами, боевое, все там. Да. У офицеров прапорщиков, да. Контрактники там, ну, срочники, у них там, ну, штык-ножи. Уезжают они на полигоны часто, там, могут там в части, там, ну, там, какие-то моменты быть. То, что они там могут бегать тоже с автоматами. А вот то, что вы описывали тот пьяный, который старшина, прапорщик у него. Было там только оружие? Нет, у него не было оружие. То есть, он паянин без оружия? Да. Ну, это так совпало, что у него не было оружие? Просто вот ему уже не доверяют. Ну, нет, просто совпало так. Совпало, но был Новый год тогда. А он прилетел буквально в части. То есть, он был потоп из гражданки и там не получил. Ну, в принципе, могло быть то же самое, но с оружием. Ну, да. То есть, буквально там, на одном, ну, буквально, да, на граме возможного происшествия. И эта ситуация, она как-то не беспокоит Хамана? Такое количество людей там нет. Ситуация крайне технического напряжения, там, с оружием в руках. Нет. Правильно. Слушайте, ну, как вы оцениваете в таком случае, опять-таки, вопрос, ну, боеготовность такой армии? То есть, если он может, вот, боец, словно психологический боец, который не в состоянии сам себя защитить, да, от своих, как бы, сослуживцев, как он тогда сможет страну защищать? Ну, как бы, военнослужащие, срочная служба не смогут защищать страну, не смогут. Это ведь полностью деморализованы армия, разве не так? Ну, да. Ну, Сашу, я даже не знаю, как это комментировать, на самом деле. Что-то хотите, что-то добавить? Ну, нет, в принципе, нет. Все, ничего не выпустили. Нет, да. А вот случай, вот мне вот ваши товарищи рассказывают о там, ну, папочка там в бочке держали, там, какого-то там. Ну, ладно, тогда, в принципе, ну, спасибо за общение. Спасибо, кто не побоялись прийти к мне даже в этом варианте. И вот, я понимаю, у вас...